Приступая к изучению словесности, мы хотели бы обратиться назад, где возвышается один из памятников. Слово о полку Игореве. Александр Сергеевич Пушкин. Слово о полку Игореве. Попробуем представить себе, что происходило здесь, вот на этой поляне, 8 веков назад. А точнее, что происходило здесь 23 апреля 1185 года. Здесь, в самом центре Новгорода-Северского, на Черниговщине, Новгород-Северский, это один из старейших городов нашей земли, стоял дворец князя Игоря Святославича. И 23 апреля князь Игорь собирался в поход. Здесь трубили городские трубы, раздавалось брецание оружия, а сам князь, выражаясь по-старинному, ступал в золотое в стреме. 23 апреля приходилось на вторник. Здесь было тревожно. Князь Игорь со своим войском спускался через эти ворота, которые когда-то здесь находились. Князь Игорь и его войско пошли в поход. На кого же? На половцев, степняков, извечных врагов Руси. К этому времени война с половцами была печальным, но привычным делом. Уже 15 лет, собственно говоря, продолжалась непрерывная война. Или, как выразился летописец, шла рать без перерыва. И вот в этой рате принял участие Игорь. Брецание оружия накаяли, донесло до нас замечательное произведение Древней Руси. Шедевр, гениальный, слово о полку Игореве. Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел воинов своих тьмою прикрытых. И сказал Игорь князь дружине своей, О, дружина моя и братья, Лучше ведь убитым быть, чем плененным быть. Сядем же, братья, на борзых коней, Да посмотрим хоть на синий дон. Этот поход сопровождался некоторыми чрезвычайно важными обстоятельствами. Дело в том, что на Руси за первенство соперничало две линии князей. Линия потомков Владимира Мономаха, которые назывались Мономашичи или Мономаховичи, и линия потомков его двоюродного брата Олега Святославича, которые назывались Ольговичи. Игорь был типичный Ольгович. И вот за год до того момента, о котором мы рассказываем, до этого тревожного и рокового, как вскоре выяснилось, дня, за год объединенные силы русских князей, возглавляемые Святославом Киевским, нанесли сокрушительное поражение половцам. Это было торжество общерусской идеи, торжество общерусской политики. Но Игорь в том походе не участвовал. Трудно сказать, почему это произошло. Сам он ссылался, и, по-видимому, вполне искренне, на то, что была распутица, и он просто не поспел со своей дружиной присоединиться к этому объединенному войску. И Игорь, человек прямодушный, храбрый, мужественный, прямо-таки бросился в поход за честь всей русской земли. Били садель, били садугой, на третий день к полудню пались тягни. Тут два брата разлучились на берегу быстрой Каяны, тут кровавого вина не достало, тут пир закончили, храбрые русичи. Сватов напоили, а сами полегли за землю русскую. Никнет трава от жалости, а дерево с горем к земле преклонилось. На Дунае Ярославнин глаз слышит, Зигзицию не знаем рано кычить. Плечу рече, Зигзицию по Дунаеве, а мочу бибрян рукав в каяле лице. Утру князю, кровавые его раны, на жестоцем его теле. Ярославна рано плачет, в пути блины забрали, причитая. О, ветер ветрило! Зачем, господин, веешь ты наперекор? Зачем мечешь хиновские стрелки на своих легких крыльях на воинов моего лады? Разве мало тебе было под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковылю развеял? Так причитала, если верить автору слова о полку Игореве, Ярославна, жена князя Игоря Святославича и дочь князя Ярослава Осмомысла Галецкого. Ярославна причитала в Путивле, так сказано в слове о полку Игореве, назабороли или назабрали. Это верхняя часть городской стены, крытая галерея, которая защищала воинов от вражеских стрел. Это высокое место. Это действительно был либо Путивль над Сеймом, Путивль, который тоже входил в Новгород-Северское княжество, и где тоже открываются необозримые дали, или вот это место. Вполне возможно, что это было именно это место. Путивск. Путивск, который при переписании превратился в Путивль, потому что это малоизвестное место. Это село, княжое село в восьми верстах от Новгорода-Северского, пригородок Новгорода-Северского. Ярославна плачет рано, и это совершенно совпадает с народными обычаями, потому что женщины и при Ярославне, и много веков позже нее, причитали действительно назорьки, рано, когда они обращались к природе за помощью, вот как Ярославна за помощью мужу, своему ладе. Ярославна обращается к различным природным силам и уподобляет себя птицей. Она хочет омочить в воде бибрян рукав. Ну, сразу напрашивается такое толкование, что рукав с бобровой опушкой, как всегда это переводят. Но в древнерусском языке есть слово «бебр», которое означает драгоценную шелковую белую ткань. И тогда это как крыло чайки. Ее рукав касается воды, и вот этим белым рукавом она утирает кровь. О, далеко залетел сокол, птиц избивая, к морю Игорева храброго полка не воскресить. По нем кликнула карна, и желя поскакала по русской земле, огонь мыкая в пламенном роге. Жены русские восплакались, приговаривая уже нам своих милых лад ни мысли, ни смыслить, ни думаю, ни сдумать, ни глазами не повидать, а золото и серебра совсем не подробно. В таком же ритуальном положении, как Ярославна, над рекой, на Зорьке, могла плакать о своем муже ушедшем в поход с Игорем и жена человека, который жил вот в этом доме, раскопанном Андреем Васильевичем Куза, старшим научным сотрудником Института археологии Академии наук СССР. Это было типичное древнерусское жилище, наполовину земляное, наполовину бревенчатое. Бревенчатый сруб стоял над землянкой с глинобитной печью. Здесь найдены прекрасные образцы древнерусского вооружения. Боевой топорик, железный, наваренный сталью, шпоры с бронзовой насечкой и наконечник стрелы. Ну, это все-таки конник, может быть, младший дружинник, а ведь с Игорем пошли в поход и простые люди из Новгорода Северского, из других городов его княжества. И их жены, этих простых людей, тоже плакали на зорьке и тоже плакали у реки. Ведь Игорь, конница Игоря, и сам он могли прорваться через половецкое окружение, но Игорь, как поистует летопись, пожалел людей. Вот это был человек чести и стал сражаться вместе с ними. Здесь тема природы совершенно не случайна. Природа не статична, это не какая-то инкрустация, не какое-то дополнение к действию. Природа участвует в действии. В первой части, во вступлении слова о полку Игоря говорится о реальном солнечном затмении. Оно было 1 мая, когда войско Игоря было на реке Оскол, так сказать, уже переступало границу Руси, вступало в половецкую землю. Вот, так солнце тьмой ему заступало путь. Затем, когда войско потерпело поражение, говорится об Игоре и его братьев Селди, что два солнца померкосто, то есть два солнца померкли. И в самом конце, когда Игорь убежал из плена, он на свободе, он опять на Руси, то солнце ему светит, и солнце освещает ему путь. Брыснуло море в полуночи, идут смерчи тучи. Игорю князю Бог путь указывает из земли половецкой в землю русскую, к отчему золотому столу, солнце светится на небе, а Игорь князь в русской земле. Девицы поют на Дунале, вьются голоса их через море до Киева, Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощи. Села рады, грады веселы. Природа, это наряду с людьми, это один из важнейших персонажей этого произведения. Древнерусский человек относился к природе своеобразно, он культуру и природу не противопоставлял. Конечно, для него человек это центр вселенной, центр природы. Это слиянность древнерусского человека с природой, такое единство культуры и природы и есть художественная специфика слова о полку Игоря. Мы находимся в Чернигове, на территории черниговского детинца, у Спаса Преображенского собора. Это древнейший собор Чернигова, в сущности древнейший собор из сохранившихся в нашей стране. Он начат постройкой раньше Софии Киевской. Какое он имеет отношение к Игорю? Ну, Игорь ведь это отпрыск черниговского рода, черниговский князь. После Новгорода Северского он княжил в Чернигове, он в этом соборе бывал. Здесь происходили приемы послов, он принимал послов. И здесь где-то он неподалеку похоронен, гробницы его не найдено, правда. Но найдены другие гробницы его родственников, в частности, его деда, который был храбр и безрассуден, много крамольничал, говоря по-старинному, то есть участвовал в княжеских междоусобицах, отчего и заслужил в потомстве горькую славу. Автор слова о полку Игоря называет его Гориславичем. Этот черниговский род и особенно Игорь Святославич и его брат Всеволод Святославич, это наши вечные спутники, вечные спутники русского человека. Почему? Потому что они не только персонажи истории, но прежде всего персонажи искусства. Они персонажи слова о полку Игоря. Это замечательное произведение Древней Руси, вообще это великое произведение всей русской литературы. было написано где-то вскоре после похода, либо сразу в 1187 году, либо, может быть, на несколько лет позже. Но, во всяком случае, это ближайшие годы после похода. Почему же это произведение, вот почему эти князья были избраны героями литературного произведения? Ведь поход все-таки был заурядный, и князь был заурядный. Ну, конечно, трагически он окончился, и даже по тем временам при постоянных междуусобицах князьких, при постоянной борьбе со степью, все-таки не часто случалось такое страшное поражение, когда спаслось только 15 человек. Но все-таки это заурядный поход. Почему он был выбран? Потому что это типичный для тогдашней русской ситуации поход. Он отражает вот эту атмосферу Руси, периода княжеских крамул и периода феодальной раздробленности. Автор слова об этом тоже написал, афористически, как он всегда писал. Рикоста брат-брату, все мое и то мое же. То есть сказал брат-брату, это мое и то мое же. И стали князи промалое, это великая молвить, а сами на себя крамолу ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Поганые это, значит, язычники. В данном случае половцы. Конечно, это была колоссальная опасность. Колоссальная опасность. Автор слова о полку Игорю ее чувствовал. И насколько он оказался прозорлив, Русь, к сожалению, убедилась скоро, очень скоро, в 1237 году, когда началось Батыево нашествие. Вообще, это была народная точка зрения вот осуждения княжеских крамол. Если князья Русь в это время раздробляют, то культура, фольклор, эпос и литература Русь объединяет. Слово о полку Игореве это произведение, призывающее к единству Руси. И вот это чрезвычайно важно, что литература играет такую объединительную роль. Древнерусская литература, во-первых, всегда серьезна. Вы в ней не найдете смеха. Она занимается только важными проблемами. Проблемами нравственности, проблемами истории, проблемами родной земли. Поэтому литература достигла сразу таких больших высот и играла такую важную, первостепенную роль в жизни общества. Если искать самое краткое определение культуры, то оно будет выглядеть так. Культура – это память. Чем толще, чем мощнее культурная память, тем мощнее и современная культура. Но для того, чтобы сохранять эту память, приходится прогрызаться сквозь толщу веков. Об этом лучше всех знают археологи. В частности, те археологи, которые ведут раскопки на территории Испасского храма, центрального храма Новгород-Северского княжества в 12 веке. Эти раскопки ведутся внутри здания классического стиля, поставленного к Варенге на месте прежнего Спасского собора в 18 веке. Возглавляет эти раскопки Владимир Петрович Коваленко, научный сотрудник Черниговского исторического музея. Владимир Петрович, скажите, пожалуйста, как по-вашему, был Игорь в тот день 23 апреля 1185 года, в день выступления поход в Спасском соборе? Я думаю, должен был быть, поскольку это был центральный собор Новгород-Северского княжества. И, мне кажется, именно здесь должна была происходить служба, на которой воинство Игоря получило благословение перед походом. Кроме того, несомненно, что стены этого собора видели всех основных героев славополгу Игорева. Это, конечно, так. И Игорь здесь был, и действительно стены этого собора видели и Игоря, и Ярославну, и Буйтура Всеволода, и всех остальных дружинников и ранников. На заре нашей культуры на хорах древнерусских храмов, а мы как раз находимся на хорах Борисоглебского собора в Чернигове, собора современника князя Игоря. Здесь на хорах он, так вот, как сейчас я стою, он тоже неоднократно стаивал. Так вот, на хорах древнерусских храмов помещались княжеские библиотеки. И не только библиотеки, здесь помещались и первые русские издательства, если можно так выразиться. Хоры были также и сценическими подмостками, здесь и звучали литературные произведения. А слово о полку Игореве, как ясно, из его первой фразы, написано для слушания, а не для чтения про себя. Нелепо ли ныбяшить братья, начать и старыми словесы трудных повестей о полку Игореве Игоря Святославлича. Не пристало ли нам, братья, начать старыми словами печальные повести о походе Игоря Святославлича. Ну, дело в том, что даже те произведения, в которых не было прямого обращения к слушателям, как оно есть здесь, к братьям, даже и те произведения читались вслух. О том, что это произведение для произнесения говорит его заглавие слово, то есть речь. Слово, жанр единственный в своем роде, сложился не только под влиянием торжественного красноречия, но также под влиянием жанров устной народной поэзии. Ну, прежде всего, конечно, плачий, плачий Ярославный, вот типичный народный жанр, и слав. Как кончается слово о полку Игореве? Певший песнь старым князем, а потом молодым Пете. Слава Игорю Светславличу, Буйтуру Всеволоду Владимиру Игоревичу. Здравы будьте князья и дружина, заступая христиан от поганых полков. Князьям слава и дружине. Итак, в слове о полку Игореве гениально сплавлены и книжные традиции, традиции книжных жанров, и традиции народных фольклорных жанров. Ну, коль скоро гениальное произведение, значит и гениален и автор. Что же мы о нем знаем? Мы знаем о нем и очень мало, и очень много. И это не парадокс. Мы знаем о нем очень мало о человеке и не можем, конечно, произнести его имя, хотя существуют различные догадки, попытки отождествления автора слова о полку Игореве с какими-то реальными людьми того времени, ну, в частности, я думаю, самое интересное, догадка это отождествление его с одним из летописцев Петром Бориславичем, но все-таки достоверно мы его имени по-видимому никогда не узнаем. И в этом нет ничего особенного, потому что вообще мы мало знаем имен древнерусских авторов, но мы много о нем знаем как о художнике. И то, что он не оставил свое имя в тексте, это не случайно, и в этом нет ничего странного, потому что отношения автора и произведения, отношения человека и текста в Древней Руси были специфическими. Текст стоял выше человека, произведение стояло выше автора. Это, опять же, связано с особой ролью литературы, с особым пониманием ее задач, потому что автор выражает не индивидуальное мнение, а какую-то соборную общую точку зрения. Это глаз народа, это совесть народа. И вот именно художник этого средневекового типа и есть автор слова о полку Игоря. Автор гениален, но был ли он единственный в своем роде? По-видимому, произведения такого жанра были, ну, мы не знаем такого ли уровня. Сам автор вспоминает ведь в начале слово о полку Игореве певца Баяна, называя его Соловьем и очень высоко его оценивая. Баян это поэт поколения дедов Игоря Святославича, ну, и, естественно, поэт поколения дедов автора слова о полку Игореве. Автор слова о полку Игореве, он как-то, видимо, был связан, конечно, с черниговскими князьями, это его князья, и он к ним относится, с особым интересом. Древняя Русь, она была очень грамотной страной, ну, были князья грамотные, вот, скажем, прадед Игоря Святослав Ярославович, он ведь был меценат, заказчик книг, известные замечательные сборники Святослава, а его брат Всеволод Ярославович был знатоком языков, он знал пять языков, что для тогдашней Европы было явлением из ряда вон выходящим. Но грамотными были не только князья, грамотными были и простые люди, об этом говорят, например, находки берестяных грамот, которых становится все больше и больше. Ну, хорошо, была написана рукопись, с нее, конечно, делались списки, копии, вот так, где-то на хорах, может быть, а может быть, каких-то других книгописных мастерских, и это произведение, разумеется, обошло всю Киевскую Русь. Но настало Батыева нашествие. В огне этого нашествия гибли города и горели рукописи. При раскопах очень часто находят фрагменты переплета, но пергамент, на котором тогда писали, пергамент, конечно, горел. Но все-таки слово о полку Игореве и в последующие века, уже в века, когда Русь стала собираться вокруг Москвы, оно давало о себе знать. Например, в 1307 году переписчик одной псковской рукописи писал о распрях современных ему князей, и эти распри он написал фразой из слова о полку Игореве. Затем, в 1380 году, когда на Куликовом поле Дмитрий Донской разбил Мамая в поэтическом отклике на это событие, на это грандиозное событие, в Задонщине, чувствуется слово о полку Игореве, целые куски из слова привлечены для Задонщины, причем Задонщина это, так сказать, не только подражание слову, это и полемика со словом. Слово трактует о поражении, Задонщина о победе, с которой начинается новый цикл русской жизни. Затем, в конце 18 века, наконец, слово о полку Игореве снова и уже навсегда вошло в нашу культуру. Его список, список был, видимо, не позднее 16 века, нашел известный меценат, коллекционеркин, граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Нашел он его в Спасо-Ярославском монастыре. И было издание 1800-го года для Екатерины, второй была сделана копия, а вот сама рукопись, опять несчастная ее судьба, она сгорела во время нашествия Наполеона в московском пожаре 1812-го года вместе с другими рукописями коллекции Мусина-Пушкина. И осталось два источника равноправных. Вот это первое издание 1800-го года, Екатерининская копия, по которой мы знаем и изучаем слово о полку Игореве. И оно уже навечно вошло в нашу культуру. Его очень высоко ценил Пушкин, его переводил Жуковский, Аполлон Майков и другие русские и советские поэты, в частности замечательный поэт Николай Заболоцкий. На темы слова писали симфоническую музыку, оперы, ставили балеты. И это произведение, так сказать, без этого произведения теперь немыслима наша культура, немыслим культурный человек. Это произведение символ нашей молодости. Нашей молодости, символ Киевской Руси, когда и русские, и украинцы, и белорусы еще не разделились. Это была одна народность, один язык. И это была действительно молодая литература. Древнюю литературу нелепо представлять ее в образе старца, убеленного сединами. Древнерусскую литературу. Напротив, это юность, цветущая, дерзновенная, и символ вот этой нашей цветущей, рыцарственной, дерзающей юности это слово о полку Игоря. литература литература горжей. Эстетем литература литература Игоря. Древнерусская